Здравствуйте, друзья! С вами Евгений Гриппинский. Сегодня мы поговорим о материале ткани. Мы рассмотрим общие принципы создания подобного материала в Corona Render, а также разберем отдельно материал бархат и материал шелк. Для того, чтобы понять, как работать с подобными материалами, нужно знать, как работает карта фолов. С этого мы и начнем. Друзья, обратите внимание, что самая светлая часть этого дивана – это верхняя плоскость. И здесь то же самое. И здесь. Как же нам сделать такой эффект в Максе? Я создал максимально показательную сцену, добавил в нее максимально показательные для теста наших материалов объекты. В качестве освещения здесь стоит HDRI-карта со студийными источниками освещения. Что ж, приступаем к экспериментам. Создадим материал Corona Material и создадим карту Maps General Falloff. Вот это и есть наш инструмент для создания подобных материалов, как ткань, шелк, бархат. Добавим ее в диффуз. Давайте я вам сразу расскажу, как она работает. Здесь по умолчанию стоит режим перпендикуляр-параллель. Что он делает? Вот я специально создал такую схему. Вот мы смотрим. И вот, допустим, наш кубик. Параллельно нашему взгляду как раз те верхние плоскости дивана, о которых мы говорили ранее. Они будут светлые. Вот здесь стоит светлый материал. А перпендикулярно темные. Ну, либо такие, какие мы поставим. Еще раз. Вот мы смотрим. Перпендикулярно нашему зрению. Будет вот такой материал, темный. А параллельно вот такой, светлый. Вот здесь они задаются. А вот режим. Параллел, перпендикуляр. Итак. Ну, естественно, вы знаете. Мы не ставим ни черный, ни чисто черный, ни чисто белый. Применим получившийся материал к нашему объекту. Не обращайте внимания на то, что происходит на сцене. Показательно смотреть именно здесь, во время визуализации. Поехали. Запускаем интерактивный режим и смотрим. Ну, собственно, то, о чем я вам говорил. Видите, прямо смотрим. Темного цвета. Вот этого. Ну, если мы захотим, будет он, допустим, красного. Ну, давайте все-таки пусть будет темного. А параллельно нашему взгляду будет светлый. Если мы переместим нашу камеру виртуальную, здесь уже будет темный. Ну, а, соответственно, параллельно нашему взгляду он будет светлый. Друзья, надеюсь, я понятно объяснил, как работает фаллов в режиме параллел-перпендикуляр. Если что-то непонятно, напишите в комментариях. А мы двигаемся дальше. Теперь, друзья, применим наш материал к остальным объектам. И вот, что мы видим. Приблизительно такого эффекта мы и добивались. Чтобы верхние плоскости были светлее, чтобы у ткани был такой бархатистый эффект. Давайте изменим цвета нашего фаллов. Здесь будет темно-синий. И поговорим немножко об этом графике. За что же он отвечает. Ось Х здесь угол, а ось У это цвет. Нулевой цвет это синий, вот нолик. Если мы поставим обе точки в нолик, все станет синим. А если в единичку, то белый. Видите, это нолик, это единичка. И в зависимости от угла мы видим некую вариацию. Давайте добавим точку. Переместим ее. И что у нас теперь получается? Вот нолик, то есть синий цвет, идет под прямым углом. Идет, идет, идет. И вот где-то в конце он становится единичкой. То есть белым цветом. То есть уже под очень резким углом. Близким к 90 градусов. Можем вообще этот эффект усилить. И только маленькую там кромку вы будете видеть. Даже ее и не видно. Вот чуть-чуть светлая полосочка появилась. Я думаю, вы начинаете понимать, как оно работает. Давайте мы сделаем не кона, а без е. Без е смуз. Сделаем более плавный эффект. И мы получили вот эту вот бархатистость. То есть видите, цвет был темный. Ну, в нашем случае синий. Вот нолик, нолик, нолик. И уже где-то под очень резким углом он стал светлым. И вот такую бархатистость мы имеем. Вот это очень похоже на материал бархат. А давайте попробуем еще поэкспериментировать. Давайте попробуем сделать шелковый материал, изменяя наш график. Давайте проанализируем. Когда мы смотрим перпендикулярно, относительно плоскости нашего зрения, то он вначале темный, а потом резко становится светлым. Обратите на это внимание. Вот плоскость и резко становится светлая. Вот видите, темная и резко становится светлая. Вот такой вот мы получаем блик, немножко металлический, я бы сказал. Давайте попробуем с помощью нашего графика этот эффект задать. Итак, убираем эту точку. Все поставим в синий, на нолик. Добавим новые точки. Итак, вот он везде синий, а потом резко становится светлым. Поняли, да? И вот мы получили такую металличность, шелковость. Давайте сделаем, опять же, более плавный, без Е, смуз. Потягаем эти ручки, чтобы добиться нужного нам эффекта. Ну вот, собственно, мы и получили вот этот вот эффект шелка. Но это еще не законченный материал. Сейчас важно, чтобы вы поняли, как оно работает. Это еще не все. Это еще не законченный материал шелк. Можно еще с этим графиком поиграться. Ну, вы уже, я думаю, поняли, как смотреть, как анализировать и как с помощью этого графика добиваться нужных вам вещей. До этого мы с вами пользовались только одним типом фаллофа. Параллельно, перпендикулярно. Ну, как он работает, вы уже знаете. Но сейчас мы посмотрим другой тип, который называется towards away. Towards – это значит к нам повернуто, а away – от нас. То есть, вот мы смотрим на объект, он, допустим, темный, а сзади он светлый. Спереди темный, сзади светлый. А сверху, вот здесь, то есть посередине, он какого-то промежуточного цвета, допустим, серого. Что нам это дает? Это нам дает более плавный эффект. Если параллельно, перпендикулярно он резкий, достаточно резкие переходы, то здесь более плавно. Давайте посмотрим на практике. Попробуем в нашем шелковом материале заменить тип фаллоф на towards away. Итак, на мой так взгляд, оно больше похоже на шелк. То есть, в данном случае, towards away подходит лучше, чем параллельно-перпендикулярно. То есть, друзья, смотрите по ситуации. Одно попробуйте, потом другое попробуйте. Давайте сделаем бархатистый вариант. Эти точки удалим. И вот наш, ну, типа бархата. Я не говорю, что бархат. Вот как он выглядит сейчас. То есть, опять же, видите, более плавный эффект. Так был параллельно-перпендикуляр. А так, towards away. То есть, задняя сторона, она как бы светлая, но мы ее не видим. Поэтому мы такую более плавную растяжку имеем. Но опять же, такой материал имеет место быть. И когда вы создаете материал, имейте в виду, что кроме параллельно-перпендикулярно, у вас еще есть towards away. Другие типы для наших сегодняшних целей пока не нужны. Сейчас мы сделаем ткань с текстурой. Можно ее назвать простейшая интерьерная ткань. Я скачал несколько текстур с сайта Texture Heaven. Сайт бесплатный. Скачивайте, экспериментируйте. Я взял только diffuse. Вот представим, что кроме diffuse у нас ничего нет. Вот такая зелененькая. Поставим ее в Map1. То есть, вместо синего цвета, который у нас был. А вместо светлого поставим эту же ткань, но пропущенную через Color Correction. Map General Color Correction. И с помощью Brightness будем, собственно, регулировать. Вот, светлее, темнее. И отрегулируем так, как нам нужно. Вот мы, собственно, и получили уже нужный нам эффект. Теперь из этой же текстуры сделаем bump. Maps General Color Correction. Обесцветим. Можем сделать контрастнее и посветлее. Вот такой военный, военная ткань получилась у нас. Еще мы можем добавить сюда карту нормалей. Я не буду брать ту карту нормалей, которая шла в комплекте. Я нашел где-то вот такую со складочками. И применим ее, прогнав через Corona Normal. Обо всех этих вещах я рассказывал в ролике про стандартные материалы Corona Render. Если не смотрели, посмотрите. Итак, Corona Normal. Обязательно ставим Add Gamma to Input. Поставим в Normal Map. А тот bump, что у нас был, поставим в Additional Bump. И все это дело поставим в Bump. Сейчас, видите, она слишком сильная. Мы уменьшим значение этой текстуры. Strength. Какой-то небольшой. Наверное, стоит увеличить тайлинг. Ну и вот такие небольшие складочки у нас теперь имеются на поверхности. Strength давайте все-таки чуть-чуть побольше сделаем. Ну вот. Я думаю, суть вам ясна. Вместо этой текстуры, военной, давайте поставим текстуру с клеточками. Только единственный момент, наверное, bump нужно оставить из этой сделанной. Потому что такой bump с клеточками будет не очень естественный. Хотя зависит от ситуации, опять же. Наверное, ее нужно сделать мельче. Но не суть. Тут регулируйте brightness в этом Color Correction. Вот, друзья, простейшая интерьерная ткань. Давайте двигаться дальше. Следующий материал, который мы сделаем, это бархат. Если вы посмотрите на референсы бархата, то обратите внимание, что он неоднороден. Видите, есть белые пятна, есть более темные. Это из-за того, что ворс расчесан в разные стороны. Вот. Присмотритесь. Обратите внимание на этот диван. Видите, есть белые пятна, есть темные. И мы сейчас в Максе сделаем такой материал и сделаем две версии. Более простую, подходящую для большинства случаев. И более сложную, более правильную. Начнем с нуля и сделаем простую версию материала бархат. Я уже применил к нашим объектам Corona Material, пустой. Мы будем использовать такие карты, как Falloff, который вам уже знаком. Композит, чтобы смешивать два материала по маске. А также Color Correction. Я их сразу вытяну на сцену и буду копировать, потому что использовать мы их будем часто. Применим Falloff в Diffuse. Изменим цвет. Изменим наш график. Сделаем бархатистый эффект более выраженным. А теперь применим карту Composite для того, чтобы смешать два Falloff разного цвета. Один такой, который есть сейчас, а другой чуть посветлее. Более светлый Falloff получим через Color Correction. В Composite добавим второй слой. Тот, что у нас есть сейчас, Falloff, это будет первым слоем. А тот, что мы сделали, вторым. Он будет немножко светлее. Брать нас увеличим. И все это дело ставим в Diffuse Color. Сейчас ничего интересного не происходит, потому что у нас нет маски смешивания. Итак, я какие-то маски подобрал. Можете просто найти любые маски грязи и выберите более-менее подходящую. Ту, что у меня сейчас, я выбрал случайно. Итак, ставим ее в Layer 2 Mask. И вот, что мы имеем. Вот мы получили те самые пятна. Можем с помощью Color Correction регулировать Brightness, яркость пятен. Если смотреть издали, то мы и получили тот самый эффект, которого добивались. Далее, можно этот материал немножко усложнить с помощью карты нормалей. Опять же, я нашел какую-то карту складочек. Думаю, такого добра хватает в интернете. Применим его в карту Bump, естественно, через Corona Normal. Не забывайте ставить галочку Add Gamma to Input. И вот мы получили складочки. Можно увеличить тайлинг, чтобы они стали мельче. И Strength Multiplier, то есть сила, я уменьшу в два раза. Ну и вот такой материал мы получили в результате. Ну, в общем-то, смотрится неплохо. Особенно издали. И для большинства вещей, которые вы будете делать, я думаю, он сгодится. Но мы с вами сделаем еще более сложную вариацию материала бархат. И более правильную. Если вы присмотритесь к бархату, то вы увидите такой немножко искрящийся эффект. Что сами ворсинки, они дают разный оттенок. И мы попробуем такой эффект симулировать в Максе. Для этого используем карту Cellular. Нужно и другую карту. Но Cellular, мне кажется, самая простая в данной ситуации. Я опять же начну с нуля. Вначале разберемся с картой Cellular. Cell по-английски это клетка. То есть клеточный. Я пока ее поставлю в диффуз, чтобы просто посмотреть, как она будет выглядеть. Про карты процедурные, то есть заданные параметрически, я делал ролик. Если вам интересно, поищите его у меня на канале. Размер мы уменьшим позже. Сейчас изменим сами клеточки. Цвет пусть остается таким, как есть. А разделение между ними, наверное, и не стоит делать. То есть в результате нам нужно получить просто такие точечки. Точечки на поверхности. Которые будут симулировать те самые ворсинки. Теперь уменьшим размер. Сделаем минимальным. Где-то 0,01. Я думаю, будет нормально. Если мы присмотримся. Вот вся поверхность состоит из таких точечек. И, собственно, эта карта и будет являться маской для нашего Falloff. Falloff возьмем из предыдущего материала. Пропустим его через Color Correction и через Composite. В Composite создадим второй слой. Первый пойдет в Layer 1, второй в Layer 2. Единственное, увеличим яркость. И полученная карта Cellular будет являться маской. Применим все в Diffuse. Если вы присмотритесь, если мы посмотрим чуть ближе, то вы увидите, что поверхность как раз таки и начала создавать такие точечки, ворсинки. Вот приблизительно как здесь. Но, опять же, повторюсь, что такой эффект не нужен, если у нас не детальное изображение. Если просто издали где-то, то сгодится предыдущий вариант бархата. Также добавим нашу карту Cellular в Bump, чтобы эффект ворсинок получился более явным. Как же добавить еще маску неоднородности, спросите вы. Очень просто, друзья. Нам нужно прогнать получившуюся структуру через знакомую уже нам схему. Color Correction плюс Composite. Вот наши карты. Color Correction. Composite. В Composite создадим дополнительный слой. Прогоним получившуюся структуру через Color Correction и добавим во второй слой. Color Correction сделаем Brightness чуть больше и добавим маску. И вот, друзья, мы с вами получили более сложный и более правильный материал бархата. И с ворсинками, и с маской неоднородности. Также можем задать складочки с помощью карты нормалей, как в предыдущем материале. А Bump, который мы сделали с помощью Cellular, пойдет как Additional Bump в Corona Normal. И вот, друзья, что мы имеем. Если какие-то мои действия вам непонятны, напишите в комментариях. Теперь сделаем шелк, приблизительно такого вида. Начнем опять же с нуля. Возьмем карту Falloff. Применим ее в Diffuse. А цвет будем задавать с помощью Corona Color. Maps, Corona, Corona Color. Просто цвет. Нам это пригодится в дальнейшем. Ну, выберем, быть может, такой. Maps, General, Color Correction. И прогоним его через Color Correction. Сделаем светлее. И вот, таким образом, у нас два цвета. Теперь поработаем с этим графиком. Как вы помните, из первой части нашего урока, для того, чтобы получить шелковый эффект, нужно сделать очень резкий скачок на графике сначала. То есть, при виде прямо мы получаем темный цвет, но чуть-чуть под углом он дает такой резкий блик. Вот этот вот резкий светлый цвет. Понимаете, да? То есть, прямо смотрим, он черный, темный. А потом он резко становится светлым. А потом опять становится темным. Все это можно сделать с помощью графика. Давайте добавим точек. Можем все поставить в ноль. И добавить точек. Итак, он был темный. А потом резко становится светлым. Вот так. И с помощью кривых без Е отрегулируем. Можем подвигать точки и определить место нашего блика. Но если смотреть на референс, то он сразу. То есть, вот темный цвет, а потом он резко становится светлым. Приблизительно так. Можно поэкспериментировать. Кстати, вы помните, что мы пришли к выводу, что Towards Away работает лучше. В случае шелка. Но опять же, поэкспериментируйте и придите к собственному решению. Но мне кажется, что такой шелковый эффект уже получен. Также вы можете добавить точек. Сделать вот еще один горбик. Тем самым усложнить материал. Вот мы получили еще один блик тем самым. Также я видел, люди делают, исходя не из темного цвета, а из светлого. То есть, создают... Ну вот я заново сделаю Falloff. То есть, изначально изменены места. Вначале светлый и темный. Делают вот такой провал. Но по сути это одно и то же. Как бы график инвертирован. Кому как удобнее. Ну, таким образом тоже будет шелковый эффект. Только наоборот. Строится график. Итак, друзья. Мы получили простой шелк. А теперь мы его усложним. Если вы посмотрите на референс, то увидите некоторое отражение. Давайте мы его попробуем создать. Я сейчас отключу Falloff. И поработаем чисто с отражением. Здесь нужно получить именно такой металлический тип отражения. Добавим Reflection. Пока поставим его на максимум. Френель. Вот френель. Он и задает металличность. Как вы знаете из видео про базовые материалы. Чем выше это значение, тем металличнее наше отражение. Уменьшим Glossiness. Вот у нас получился алюминий. Что-то близкое к алюминию. И увеличим параметр Anisotrophy. Тем самым мы делаем растяжку блика. Получаем что-то вроде шлифованного металла. Давайте теперь поставим Diffuse. И видите, это отражение слишком резкое, слишком светлое. Во-первых, давайте уменьшим значение Reflection. А во-вторых, материал, полученный при помощи Color Correction, поставим в Reflection Color. Подобный материал у нас получился. Давайте посмотрим его при другой HDRi карте. Здесь у меня окружение более домашнее, скажем так. Можем также добавить карту нормалей. Только снизим значение силы. Тут совсем небольшое надо, единичку. И, наверное, отражение тоже нужно немножко приглушить. Ну вот, друзья. Я думаю, основные принципы построения подобных материалов вам понятны. Так что можете экспериментировать. Когда понимаете, вы можете сделать уже любой материал. Хотите, сделаем его с узором. Можете воспользоваться теми методами, которые мы использовали при построении материала бархат. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, этот урок будет вам полезен. Напишите в комментариях, все ли вам было понятно, понравился ли вам данный урок. А еще скажите, пожалуйста, как вам мой микрофон. Теперь видео будут, мне кажется, с гораздо лучшим звуком. Спасибо за внимание. С вами был Евгений Гребинский. С вами был Евгений Гребинский.